Здравствуйте, дорогие любители шахмат. С вами гроссмейстер Максим Чигаев и это рубрика «Партия неделя». Просматривая очередные партии различных сыгранных турниров на этой неделе, и снова мой выбор останавливается на бразильском мероприятии под названием «Битва поколений». Смысл его в том, что легенды бразильских шахмат играют против более молодых гроссмейстеров в два круга с контролем 30 минут плюс 20 секунд на ход. В каждой команде по три гроссмейстера. И сегодня я хотел бы показать партию первого тура, в которой встретились молодой гроссмейстер Луис Паулу Супи, а черными один из сильнейших бразильских гроссмейстеров играл Джованни Вискови. Итак, сыграно было Е4. С5, конь Ф3, Е6, Д4, ЦД, конь Д4, конь С6, конь С3, Ферд, С7, слон Е3, А6. Итак, это основная позиция системы Паульсона в наше время. И Супи идет на очень популярную линию, которая применяется в различных турнирах, наверное, последние пару лет. Сыграно было здесь Ж4. Ход, который набрал популярность в последние годы. В частности, только что так играл Андрей Есипенко против Сэма Шенклэнда в супертурнире в Вейконзее. Последовало Б5. Пока все идет нормально. Конь бьет С6. Ферд С6. Ферд С2. Белые приглашают черных забрать пешку на Е4. Висковик уже тут принимает. Б4, конь Е2. Ферд бьет Е4. Ладья Ж1. Ферд С4. Пока снова все идет по плану. Пока все по теории. Конь Ф4. Ферд С7. Длинная рокировка. И здесь Джованни Висковик играет А5. Идет своим путем. Опасаясь нарваться на длинный домашний анализ от своего более молодого оппонента. Основные теоретические дискуссии здесь идут после хода Конь Ф6. Белые здесь должны играть Конь Аш5. И здесь черные имеют два хода. То есть, можно здесь сыграть Конь Д5. В частности, Шентланд играл. И можно играть слон бьет Б7. И после Конь Ф6 ЖФ. В общем-то, оценка позиций до сих пор не ясна. Но сыграно было здесь А6, А5. Ход на самом деле довольно логичный. Белые здесь тоже ни одну возможность имеют. В частности, слон Б5 здесь был. Ход интересный достаточно. Луис Палу Супи сыграл здесь Король Б1. Ход человеческий. А4. Черные пока фигуры свои развивать отказываются. И белые здесь делают довольно логичный ход. Они играют Конь Аш5, придерживая пешку на Ж7. Теперь черным придется принимать какое-то решение. То есть, конечно, можно всегда сыграть Конь Ф6. Но при этом ослабляется черный Король. И портится пешечная структура. И здесь, на самом деле, довольно важный момент в партии наступил. Здесь Вискови сыграл Ладья А5. Ход, на мой взгляд, плохой. Я прекрасно понимаю чувство черных, как человек, который играет систему Паульсона с ранних лет. Не хотел, конечно, здесь играть Конь Ф6. Последовало бы явно слон Д4. Приходится бить на Х5. Ж, Х. Грозит уже Х6. И поэтому черным приходится Х6 играть самостоятельно. И выглядит пейти, конечно, довольно опасно. И здесь у белых не один способ развития инициативы. Тут можно сыграть и Ф4, например, с идеей слон Е5. Что тоже, в общем-то, выглядит довольно серьезно. Можно просто взять на Ж7. Тоже позиция у черных, мягко говоря, не сахар. И можно сыграть здесь еще слон Б5. Что тоже довольно опасно для них. Да, поэтому после Конь Х5, как я уже сказал, черным нужно было принять какое-то жесткое решение. И, на мой взгляд, здесь следовало сыграть активно. Нужно было сыграть Конь Е7. Подтягивая Коня в бой. То есть, может быть, он прыгнет на Д5. Может быть, на С6. Но в любом случае развитие уже пора было заканчивать. То есть, белые здесь играют. Ферзь бьет Б4. Но все-таки такую пешку терпеть довольно трудно. Конь Д5. Ферзь Д4. Напали пока на Ж7. Ладья Б8 черные играют. И берут линию Б под контроль. И присматриваясь к королю на Б1. Слон Д2 пока. По-прежнему висит пешка на Ж7. И здесь черные играют Ф6. Ход довольно важный. И совершенно позиция неясная. На самом деле. То есть, очень много угроз у той и у другой стороны. И слон А3 в различных вариациях. Надо белым считать. И А3. И слон Ц5. С идеей при случае выскочить ферзем на Е5. Ну, у белых, конечно, тоже есть свои угрозы. То есть, на Ж7 пешка слабая. Где-то Ж5 можно пойти. Где-то можно попытаться выгнать коня с Д5. Но, в общем-то, уже стоит играть, так сказать, с оглядкой на свои ворота. Наверное, все-таки стоит выбить коня с поля Д5. Слон Ж2 сыграть. Но тогда черные меняют ферзей. Ферзь Б6. Ферзь Б6. Конь бьет Б6. И позиция, на мой взгляд, абсолютно неясная. То есть, да, у черных пока в игре две фигуры. Да, ладья и конь. Но все-таки у них мощный пиачный центр потенциально, который может прийти в движение. Да и, в общем-то, про ход А3 не стоит забывать. Поэтому, мне кажется, что здесь у черных все в порядке. Да, но Вискови сыграл ладья А5. И здесь, конечно, Луис-Паул Супи сыграл правильно. Он сыграл слон Д4, цепляясь к слабой пешке на Ж7 и развивая инициативу. Последовало Ф6, Ж5, король Ф7. И здесь у белых позиция уже близка к выигранной. Но она все-таки остается довольно сложной. И посчитать все варианты четким образом, мне кажется, возможным не представляется. То есть, белые здесь сыграли слон Д3. Ход, наверное, самый человеческий, подготавливая ход Ж6. Но этот ход выпускает львиную долю перевеса. На самом деле, сильнейший здесь ход был слон Е2. И его основная идея в том, что, в общем-то, черные хотят сыграть Ф5. И по большому счету, если успеют они сыграть конь Е7, то будет все в порядке. Но после хода Ф5 следует немедленное наказание в виде хода конь бьет Ж7. Слон Ж7. Слон Х5 шаг. В общем-то, именно за этим слон вышел на Е2. Король Ф8, например. Ферзь бьет Б4 шаг. И на Д6 белые выигрывают качество ходом слон Б6. Еще и пешка на Д6 висит. В общем, позиция абсолютно выигранная. Поэтому ход слон Е2, наверное, сильнейший ход это ход Ж6. Конь бьет Ф6. Е5. То есть, черные тут пытаются конкретно играть. Но все-таки есть длинный вариант, который дает белым большие шансы на победу. Нужно сыграть здесь ферзь Е3. Приходится брать на Д4. Ну, иначе, в общем-то, тяжело терпеть этого слона. Ферзь Е8, король Ж7. И казалось бы, что черные почти отбились. Но здесь следует очень элегантный, на мой взгляд, ход Конь Аш5. ЖАЖ Ж6. Грозит ЖАЖ. Сматывая так, и приходится здесь играть Ферзь Ф4, прикрывая поле на Ф7. ЖАЖ, ладья Ж5 вот таким очень неказистым образом. Ну, и, соответственно, после массовых разменов. Ладья Ж5, Ферзь Ж5, АЖ. Ладья Ж8, Ферзь С8. У белых большие шансы на победу. То есть, я думаю, что боится, конечно, объективно выигранная. Но технические трудности еще все равно есть. У белых сыграл слон Д3. Заберут где-то пешку на Д7. Король у черных слабый. Но, тем не менее, точность проявить придется. Да, ну, как я уже сказал, последовало в партии слон Д3. И здесь после А5 позиция очень сложная. То есть, Ферзь Е3, ход логичный. И здесь у черных тоже был выбор. Можно было сыграть, например, сначала А3. Дабы прослабить позицию белого короля уже. Но последовал ход слон С5. Вискови сыграл более конкретно. И здесь, на мой взгляд, произошел ключевой эпизод в партии. Понимая, что, в общем-то, контроль над позицией переходит к более опытному сопернику. Супи решается на жертву фигуры. Слон бьет Ф5 последовало. И здесь черные, к сожалению, не выдержали напряжение. Побили на Д4, что, в общем-то, проигрывает сразу. Да, конечно, здесь нужно было взять на Ф5. Но варианты, на мой взгляд, довольно сложные. Еф. Ладей Е1. Конь Е7. Конь бьет Ж7. Выглядит это все безумно, конечно, страшно. Все связано, перевязано. Надо А4 не взять из-за того, что висит на Е7. Например, если здесь сыграть ладья Ж8, самым естественным способом здесь находится очень красивая, на мой взгляд, тактика, которая ведет к большому перевесу. То есть здесь следует ход Ферзь Е2. Ладья бьет Ж7. И никаких шахов здесь на А5 белый не дают. А следует, мягко говоря, неочевидное решение. Слон бьет С5. Ферзь бьет С5. И здесь важнейший ход ладья Д5. Очень красиво. Брать на Д5, разумеется, нельзя из-за мата на Е8. Конем. Если взять Ферзем, то тоже белые матуют. Ферзь бьет Е7. Ну, понятно, да, что на КГ8 последует Ферзь Е8 мат. Соответственно, если играть КГ6, то белые тоже тут побеждают после серии шахов. Ферзь А6, КГ4. Ладья Ж1. Приходится играть здесь КФ4. Так, КФ3. Ферзь А3 ведет к мату. Приходится, да, как я уже сказал, здесь сыграть КФ4. Но здесь после Ж6 Король Е5. Ферзь бьет Ж7. Король Д6 ЖАЖ. У белых появляется новый Ферзь. Но здесь Черные держатся, до сих пор держатся, как это ни странно выглядело. Здесь есть, мягко говоря, неподъемный ход Ферзь Д6, который, в общем-то, объяснить, в общем-то, можно. Но довольно трудно. Ферзь Е2. Слон бьет Д4. Ладья бьет Д4. Ферзь Ц5. И выясняется, что все фигуры неожиданно у Черных стоят очень крепко. И в избежание худшего уже белым приходится делать ничью ходом. Конь Е8. Конь Е8. Ладья Е8. Уже здесь Ферзь Х5 шах. Конь Ж6. Ферзь бьет Х7. Король Ф8. Ферзь Х6. То есть, вот таким вот затейливым способом, да, могли приплыть Черные к ничейной гавани. Но последовало после слон бьет Ф5, слон бьет Д4. Ферзь Д4. И здесь, конечно, уже тяжело Черным. Ферзь Е5. Ж6 шах. Позиция у белых уже выигранная. Последовало еще король Ф8, что проигрывает сразу. Но после АЖ, слон бьет Ж6, король Е7. Ферзь бьет Б4. Ферзь С5, Ферзь Ф4. У белых тоже абсолютно выигранная позиция. У них лишняя пешка. Атака продолжается. При случае можно и вторую прихватить. Поэтому оценка здесь сомнений не вызывает. Но последовало король Ф8. Да, и тут после Ферзь Б6, в общем-то, остается только сдаться. Ну, и тут последовало агония. Конь Ф6. Конь бьет Ф6. Король Е7. Ферзь бьет Б4. Партия, на самом деле, довольно интересная. И держит напряжение до самого конца, на мой взгляд. Конечно, нужно было черным сыграть ЕФ. И чем бы партия закончилась, совершенно непонятно. Но в любом случае, опять же, на мой взгляд, варианты были довольно красивые. Партия для такого контроля, мне кажется, высокого качества, все-таки, несмотря на небольшое количество ходов. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. И подписывайтесь на Chess.com.ru. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok